Всем привет! С вами снова Илья, обзор и прогноз криптовалютного рынка на 13 июля. Биткоин-доминация 45,5%. Сам биткоин у нас упал довольно прилично, порядка 4-5%. Он потерял со вчерашнего дня. Что касается других монет, здесь падение еще более серьезное. Но об этом как раз-таки нам говорит возросшая биткоин-доминация. Сегодня помимо BTC также рассмотрим Эфир, оригинальный, Эфир Классик и Доги. Там у нас ранее уже было некоторое представление относительно последующего движения цены, относительно потенциально открываемых сделок и нужно это дело довести до конца. Так, ну будем начинать как обычно с первой криптовалюты. Здесь у нас, ну скажем так, не полностью предположение отработало. Несмотря на то, что структура движения, о которой я вам рассказывал, она в принципе сбылась. То есть мы видим действительно сначала зарождение, потом серединное накопление, потом финальное накопление. Но вот этого вот сквизового движения финального его здесь не было. Ну впоследствии мы увидели падение, что в принципе довольно предсказуемо, потому что структурное это движение закончилось и началось уже новое. Давайте опять же с точки зрения структуры сначала посмотрим, чего можно у нас ожидать здесь дальше. Здесь мы пока что видели только зарождение движения и насколько я понимаю середину этого накопления. Однако трактовать это можно действительно по-разному. Прежде всего здесь мы видим, что зона до консолидации, она у нас была где-то по 33 500, по 33 600. Она не очень явная, но она все же была. И мы видели уже ранее, что этого в принципе было достаточно цене. Вот обратите внимание, видите, вот она тоже такая невнятная. Но этого было достаточно цене для того, чтобы донакопиться и идти уже на такой финальный аккорд, с которым начинается восстановление. Поэтому ситуация тут немного спорная с этой точки зрения. Если прямо однозначно меня спрашивать, я бы все-таки, наверное, в сторону того, что это не до накопления ответил. И то, что мы сейчас находимся скорее в середине вот этого вот нисходящего движения. То есть здесь с большой долей вероятности все-таки мы как бы восстанавливаемся, потом чуть-чуть падаем. И скорее всего новое накопление здесь у нас... Не накопление, а новая консолидация здесь будет. И далее рост. Кроме того, здесь благодаря вот такому вот движению могут очень хорошо скинуть стопы, которые здесь установлены у лонг-позиций. Сейчас этих лонг-позиций уже довольно много. Значение практически критичное. Мы видим, что вчера шорт-коэффициент порядка 50%. Сейчас там это 33 на 66, то есть еще немного и будет выше 70%, что повлечет за собой сквиз. И даже сейчас он может произойти. А здесь этот уровень, который 33-300, 33-400, выглядит очень сильным. Обратите внимание. Уровень, вот он, 33-400. Это очень сильный уровень. Здесь началось довольно сильное движение от него. Здесь был сильный отбой. Вот здесь сам разворот, он случился. Что говорит о том, что многие участники рынка будут полагаться на этот уровень при выставлении стоп-ордеров и потенциально за него будут прятать. Поэтому такая средина движения, ну, такое движение, ну, в принципе, может быть сейчас в середине и заканчиваться только на выбивании таких стоп-ордеров. Поэтому мне кажется, опять же, что приоритетный более здесь вариант, это еще некоторое снижение в диапазон около 31-900, 31-700, то есть что-то подобное. И уже последствия, возможно, подловят. Кроме того, я напоминаю, что ранее я вам говорил о том, что еще выходные, мне это было кажется, что движение сильное на рынке, оно вот уже назревает. Мы видим, что предельное сужение волатильности здесь есть, что как раз-таки может вывести биткоин уже из вот этого вот узкого бокового диапазона, в котором он довольно долго находится. Поэтому тоже обращайте внимание и закладывайте этот сценарий на ваши личные стоп-ордера уже, а не на стоп-ордера участников рынка. Вот, по биткоину, наверное, здесь больше нечего отметить. Несмотря на то, что движение какое-никакое произошло, оно, в принципе, ранее, наверное, предполагалось, за исключением того, что все-таки здесь не было у нас вот этого вот сквиза, который напрашивался и который был бы неочевидным и нетривиальным решением здесь со стороны крупного капитала, но его последствий не последовало. Поэтому сейчас как бы вот такой вот общий пак. Так, да, кстати, у меня 2 августа стартует мой курс системный трейдинг на криптовалютах и вы можете всегда принять в нем участие. Суть в том, что до 20 июля здесь у нас цена со скидкой. Вы можете посмотреть программу курса, также почитать нужную информацию, отзывы и если вам это интересно, то ставить заявку. Пожалуйста, сначала изучите сайт. Внизу здесь есть вообще все, что нужно знать по этому поводу. Курс я провожу в прямом эфире, то есть это не записи, а конкретно вебинары с ответами на вопросы и впоследствии также с проверкой домашнего задания. То есть такое, как бы полностью лайф-участие, а не просто смотреть записи и потом самостоятельно с рынком остаться, пытаясь что-то там придумать. Ну так вот, значит эфир, давайте перейдем к нему. Здесь у нас достиг он такие отметок, которые мы разбирали ранее. И вот этот лоу, даже у меня обведен, который эфир должен был выбить, потому что он слишком уж напрашивался здесь. Ну и вот, в общем-то, эти уровни, которые также эфир здесь задел. С учетом того, как сейчас ситуация развивается, я думаю, что такое восстановление, оно последует, но последует не очень сильно. Скорее всего, это будет что-то вроде движения до 2100. И потом, так как мы знаем, что есть высокая сопредельность с биткоином, эфир может, впрочем, ну в принципе пойти за ним. То есть далее новый какой-то виток падения до 1900. И далее уже более приличное восстановление. Опять же, это я ссылаюсь больше именно на потенциальное движение по биткоину. И понятно, что если я не прав относительно биткоина, то я не буду прав в отношении эфира. Поэтому не нужно здесь, если вы собираетесь открывать сделки, распределять их там сразу на две монеты и там и там открываться. То есть здесь логика именно на основании BTC. То есть небольшое восстановление, потом более глубокое падение и потом уже более серьезное восстановление. То есть вот такой вот характер движения. Здесь после тапа на данный момент вообще ничего нет, потому что основная фигура здесь у нас отработалась по своей высоте. Поэтому мы уже тут ничего особо придумать не можем. Однако, скажем так, можно попробовать зацепить. Именно вот это движение, это означает, что когда-то нам восстановится попробовать здесь такую вот шорт-позицию открыть и на высоту уже вот этой вот зоны накопления отработать. Так, у нас зона, зона, зона. О, ну это как раз тогда ровно расчертил. Вот, это означает, что цель как раз около 1900. Здесь именно по цели снижения. Но для того, чтобы это снижение взять, нужно сначала точку входа хорошую взять. А точка входа хорошая это не хуже, чем, я думаю, где-то 2100 или 2080 в качестве отправной. Так, далее идем. Следующий это DogiCoin. Здесь у нас тоже, помните, после вот этого вот сквизового восстановления, дальше Dogi у нас продолжает демонстрировать слабость. И здесь я все-таки, все больше пока что крепкость убеждений, что Dogi у нас пойдет на low ниже вот этого. Значит, что он пойдет и на 15, и на 16 центов уже в обозримом будущем. Причем, как мы видим, ему многого не надо для того, чтобы падать. Ему достаточно, чтобы биткоин был или нейтральный, или такой, немного снижающийся. Ну и плюс формация, вот, очень похожая у нас была вот здесь. Ну, до этого я вам уже ее рисовал тоже здесь. Видите, восстановление. Восстановление всегда идет очень бурное, чтобы загнать побольше покупателей в итоге. Однако, потом мы видим уже новый виток снижения. Причем снижение такое, оно более медленное и более вялотекущее. И аналогичная ситуация по классику. Здесь у нас активная сделка, и формация, которая сейчас образовывается, она, видим, абсолютно схожая с этой. И пока цена пробует еще только пробивать уровень, пробует пробивать low, я бы сказал, что находимся мы где-то вот здесь. Если сравнивать именно формации, которые у нас есть. То есть мы идем на выбивание предыдущего low. Вот оно произошло. Сейчас некоторое восстановление и потом уже более глубокое снижение. Вот каким-то таким образом цена себя по аналогии, по крайней мере, здесь должна повести. Вот, в принципе, и все. На текущий момент времени больше дополнений нет. Не хотелось бы раскапывать сетапы там, где их нет. Поэтому я напоминаю, что криптовалютный рынок является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не инвестируйте за то, что вы не готовы потерять. Всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения. Своё торговое решение принимать самостоятельно. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Пока.